Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – технология создания веб-документа. По плану будут рассматриваться следующие вопросы, основные функции системы 3W, этапы разработки сайта, редакторы кода. Публикация веб-документов для размещения собственных материалов в интернете включает два этапа – подготовку материалов и их публикацию. Подготовка материалов состоит в создании документов, имеющих формат, принятый в интернете, то есть веб-страниц, написанных на языке HTML. Публикация материалов, то есть открытие к ним доступа, осуществляется после решения организационных вопросов, связанных с получением дискового пространства на сервере для их размещения. Этапы разработки. Первый – это разработка требований к проекту, предпроектная подготовка, аналитика, создание карты сайта, проектирование, написание технического задания, разработка прототипа, дизайн-концепция, реализация, технический дизайн, программирование и верстка, контент-менеджмент, приемочное тестирование, запуск сайта в эксплуатацию и сопровождение. На этапе предпроектной подготовки производится подбор команды для создания сайта и установочной сессии с заказчиком. Результатом предпроектной подготовки является выявление общих требований к сайту, целей и задач создания сайта. Например, цель проекта – это увеличение объема продаж контактных линз и очков, прямые продажи в сети интернет, поддержка и обслуживание клиента, задача проекта – создание корпоративного сайта, интеграция функционального интернет-магазина, разработка требований к проекту, выявление потребностей пользователей, выбор позиционирования, разработка рекомендаций к дизайну и контенту, подбор описаний интерактивных элементов и сервисов. Именно на этом этапе полностью формируются все требования к проекту, появляется достаточно четкое понимание, что уже нужно сделать для того, чтобы добиться поставленных целей и решить необходимые задачи. В данном этапе необходимо подходить с особым вниманием, так как ошибка на этом этапе приведет к самым плачевным последствиям в будущем, цели не будут достигнуты, а значит проект провален. Эта работа обычно производится проектировщиком параллельно с написанием технического задания, так как эти два момента работы являются неотлеблемыми частями друг друга и служат одной цели. Наиболее полно описать принципы работы проектируемого проекта. Прототип является более наглядным, нежели техническое задание, описанием и уже содержит частичную визуализацию. С технической точки зрения, прототип является набором связанных между собой HTML-страниц с использованием на них JavaScript. По сути, он является прообразом будущего сайта, уже фиксируя в себе структуру страниц, наборы и состав размещенных на них блоков и элементов управления, а также в общих чертах описывая функциональность, не углубляясь в талии внутренней ее реализации. Прототип впоследствии используется дизайнерами при техническом дизайне, то есть при отрисовке внутренних страниц на основе дизайн-концепции. Создание концепции дизайна, пожалуй, наиболее творческий этап всего процесса создания сайта, на основе всех предыдущих этапов дизайнерами создаются несколько вариантов концепции дизайна, которые, дополняясь текстовыми пояснениями, оформляются в единую презентацию и предоставляются заказчику. Каждый из вариантов – это не просто картинка, а результат длительной работы команды по всей цепочке, начиная с выявления предпочтений заказчика на этапе предпроектной подготовки. Создание карты сайта – это этап, также один из важнейших, на котором принимаются принципиальные решения о структуре публичной части сайта и привязке сервисов к ним. При разработке этой структуры необходимо учитывать всю информацию, полученную на предыдущих этапах, а также принципы юзабилити для обеспечения интуитивно понятной навигации по сайту. Функциональный дизайн – следующий этап создания сайта – разработка функционального дизайна. Функциональный дизайн – это то, как все будет построено, где будет расположено основное меню, где кнопки, где каталог, какого размера будут эти элементы и т.д. От функционального дизайна вашего сайта зависит его удобство для пользователей и уровень информативности, а следовательно и количество пользователей. Функциональный дизайн – это схема, так что не стоит рисовать сложные чертежи в графических редакторах, вполне подойдет набросок от руки на бумаге или простенький рисунок в Paint. Далее нам понадобится фотошоп для создания визуального дизайна, например, дизайн фиксированной ширины с возможностью размещения до 10 навигационных ссылок в шапке. Что такое веб-дизайн? Веб-дизайн – отрасль разработки и разновидности дизайна, в задачи которой входит проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру веб-страниц, продумывают наиболее удобные решения подачи информации, а также занимаются художественным оформлением веб-проекта. В результате пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный веб-дизайнер должен быть знаком с последними веб-технологиями и обладать соответствующими художественными качествами. Инструментарий для веб-разработчика Существует сотни отличных редакторов кода для веб-страниц, среди которых можно подобрать подходящие, однако многие из них являются платными. Если говорить о категориях от редактора веб-страниц, можно разделить на две группы. Это WISI, WIG редакторы и текстовые редакторы. WISI, WIG редакторы – это графические редакторы, которые позволяют строить макет страниц и задавать стили визуально, как в хорошо известном текстовом процессоре Мисфорд. Они являются удобным инструментарием для построения и дизайна страницы. Хотя, как известно, каждому опытному веб-дизайнеру код все равно придется перечесывать для достижения отличного результата. Текстовый редактор – это инструмент для непосредственного редактирования HTML, CSS кода. CSS – это набор параметров форматирования, который применяется к элементам веб-страниц для управления их видом и положением. HTML – это язык разметки гипертекста. Некоторые редакторы имеют общее назначение и в их нет специальных опций поддержки веб-кода. Другие специализированы для использования веб-языков, таких как HTML, CSS, JavaScript и PHP, имеют встроенные свойства для быстрой ввода HTML, тегов, CSS-твойств и т.д. Многие из таких редакторов позволяют просматривать веб-страницы в отдельном окне. Campus Air – отличный выбор, если вам нужен визуальный редактор в условиях ограниченного бюджета. Campus Air – это лучший из бесплатных редакторов, доступных на сегодняшний день. Вы можете редактировать страницы в трех режимах. Первый режим позволяет визуально редактировать страницу и элементы разметки. Второй – очень удобный режим, когда вам нужно детально разобраться с разметкой определенного элемента. И третий – это позволяет редактировать исходную код страницы, как в текстовом редакторе. Это общий интерфейс композер-редактора. Вы можете его скачать на официальном сайте. Далее – Комодо Эдит – хороший редактор, простой в освоении, но мощный и расширяемый. Комодо Эдит – это редактор с открытым исходным кодом, основанным на коммерческом продукте Комодо Айдея. Аптана Студия – это полноценная интегрированная среда разработки веб-приложений с большим набором плагинов. Хотя вы можете использовать ее только как редактор HTML, CSS, JavaScript кода. Аптана Студия – полностью среда разработки веб-приложений, которая особенно хорошо подходит для работы с Java. Она позволяет редактировать HTML, CSS и JavaScript файлы. И много других языкового программирования поддерживаются флагинами. Notepad++ – отличная замена для Notepad из Windows. Несмотря на то, что у него нет такого набора опций, как в других редакторах, он отлично подходит для редактирования HTML, CSS, JavaScript и других файлов с кодом. Notepad++ – это редактор с открытым исходным кодом. Он поддерживает вкладки и подвески синтаксиса HTML и CSS. J-Edit – это кросс-платформенный редактор текста с мощными функциями макрокоманд и флагинов. J-Edit – это редактор текста с открытым исходным кодом, написанным на Java. Он великолепно работает под Windows, Mac и Linux. С другой стороны, интерфейс редактора неуклюжий, с нестандартными виджетами, диалогами и горячими клавишами. Но это отличный редактор с большими возможностями. Vim – определенно сложен для освоения, но если вы преодолеете трудность, то никогда не заходите в ВИНУС обратно. Дедушка редакторов текста программистов Vim – это консульный редактор текста с открытым кодом. Он устанавливается редактором по умолчанию в почти всех разновидностях Unix, включая Linux и Mac. Также редактор доступен для использования в Windows и многих других системах. PS-PAD – другой редактор общего назначения для Windows с большим набором функций полезных для HTML, CSS, кодеров. Как и Notepad++, PS-PAD – редактор общего назначения для Windows. У него есть опции подвески синтаксиса и автозавершения, и он хорош подходит для редактивных штаммейл кода. Visual Studio – все это в одном среде разработки для Windows. Этот редактор поддерживает большое количество языков C, C-Sharp, P-Binet, F-Sharp, которые встроены в среду. Имеет мощные средства для автозавершения кода, подстрочная документация, проверка ошибок, тебаггинг, дизайн форм, создание схем баз данных и многое другое. Цена начинается с 500 долларов, но экспресс-версия программа доступна бесплатно. Sublime Text – это красивый кросс-проформент, редактор. Он быстрый и богат функционалом для практически каждого языка программирования. Поддерживает несколько выделений, сворачивания кода, макросы, проекты и другое. Также можно полноэкранное редактирование, которое выглядит превосходно на больших мониторах. Запускается на Linux, Windows. Этот редактор предоставляет с неограниченным текстовым периодом, но вам нужно купить лицензию, которая может быть использована на каждом компьютере. Спасибо за внимание. Сегодняшняя наша лекция завершилась. Здесь мы рассмотрели этапы разработки веб-сайтов, также редакторы для создания сайтов. Спасибо за внимание.